Привет всем! Вы на канале Вкусный Уголок. Я сегодня приготовлю очень вкусный торт с творожным кремом. Продукты, которые потребуются, вы видите на экране. Итак, приступим. Берём ёмкость, взбиваем сюда 5 яиц. Яйца должны быть комнатной температуры, а ёмкость абсолютно сухая. Теперь берём миксер и будем взбивать на максимальной скорости 5 минут. Вот видите, посмотрите, какие пышные получились яйца. Теперь добавляем сюда пакетик ванильного сахара 8 грамм. И дождиком подсыпаем сахар и продолжаем взбивать около 2 минут. Миксер больше не потребуется. Добавляем сюда чайную ложку разрыхлителя 5 грамм. Здесь у меня 160 грамм муки. Добавляю 40 грамм крахмала. Любого, можно взять картофельный, либо кукурузный. И просеиваю в тесто. И теперь всё хорошо перемешиваем аккуратными движениями. Берём форму диаметром 22 сантиметра. Дно я устелила пергаментной бумагой. Бока ничем смазывать не нужно. И выкладываем сюда тесто. Всё, ставим в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 35 минут. Вот такой красивый и ровный бисквит у меня получился. Теперь нужно как можно скорее вытащить его из формы, чтобы он не мог. И оставить остывать на решётке примерно 3-4 часа. Сироп для пропитки нужно тоже приготовить заранее. Для этого я возьму 150 грамм обычной воды. Добавлю 2 столовые ложки сахара. Хорошо перемешаю и вскипячу в микроволновке. Также это можно сделать на плите. Сразу же, как закипело, добавляю сюда 2 столовые ложки лимонного сока. Хорошо перемешиваю и оставляю остывать. Но в принципе для пропитки вы можете использовать любой сироп, который у вас есть. Это может быть даже обычный сладкий компот. Бисквит остыл. Теперь нужно приготовить крем. Для этого крема все продукты должны быть комнатной температуры. Берём 400 грамм творога. Добавляем сюда 100 грамм сметаны. У меня 15% но в принципе можно взять любую. Добавляем 150 грамм сахарной пудры. Если вы любите более сладкое, то можно добавить и 200. Также по желанию, если вы хотите, можно добавить ванильный сахар. И теперь всё хорошо перетираем до однородности вот таким погружным блендером. Вот посмотрите, должна получиться вот такая вот однородная масса без комочков. Теперь берём 200 грамм очень мягкого сливочного масла. И хорошо взбиваем его миксером на максимальной скорости. Я обычно взбиваю масло около двух минут. И теперь я буду по одной ложке добавлять вот эту вот творожную массу. И хорошо перемешивать каждую ложку. Вот посмотрите, вот такой густой, гладкий и очень вкусный крем получается. Для того, чтобы он у вас не расслаивался, масло нужно обязательно брать 82% жирности и качественное. И как я уже говорила, все продукты должны быть комнатной температуры. Теперь берём бисквит, разрезаем его на три части. Вот видите, посмотрите, какой он красивый и воздушный. Берём блюдо, на котором будет торт. Сверху немножко смажем его кремом, чтобы торт потом не ёрзал. И выкладываем первый корж. Первым коржем у меня будет вот это. Вот видите, то, что у меня было верхушкой. Пропитываем немножко. С пропиткой будьте аккуратны, слишком много не лейте, чтобы торт у вас потом не плавал. Сверху крем. Сверху второй корж. Тоже его пропитываем. И наносим крем. Старайтесь распределить его так, чтобы вам хватило. Я буду распределять так, чтобы мне хватило промазать, обмазать верх и бока. И ещё немножко украсить. И последний, третий корж нужно пропитать вот здесь вот в стороне. И очень аккуратно выложить сверху. Вот посмотрите, видите, у меня получилось так, что низ бисквита это будет верх торта. Пропитку я использовала не всю. Наверное, грамм 30 у меня осталось. Верх и бока своего торта я уже обмазала тонким слоем крема. Если вы хотите, чтобы сверху крема было больше, тогда его нужно делать большую порцию, чем в рецепте. И теперь можно украшать так, как вам захочется. Я вот здесь немножечко растопила шоколада. И сделаю такие шоколадные полосы. Здесь у меня ещё крем, который я оставила для украшения. И вот так вот ещё по кругу немножко украшу. Бока торта тоже можно украсить по-разному. Можно украсить ореховой, либо шоколадной крошкой, миндальными лепестками. Я же возьму вот такой вот трафарет на бумаге. Видите, я его засунула в обычный файл. Беру растопленный шоколад и рисую. Линии шоколада делайте потолще, чтобы потом было удобно снять. И теперь берём досочку, перелаживаем на неё. И в таком виде отправляем в холодильник, чтобы застыло. Я в холодильнике продержала 4 минуты. Теперь вытаскиваю бумагу и очень аккуратненько снимаю вот эти вот рисуночки. Вот видите, посмотрите, вот так вот всё остаётся целенькое. И прикрепляем к бокам торта. Мне не хватило вот этих вот шоколадных украшений на всю окружность. И поэтому я доделала ещё 5 штук. И теперь я отправлю свой торт в холодильник примерно на 5-6 часов. Вес моего торта 1,4 кг. Сейчас я разрежу и покажу вам, какой же он в середине. Вот посмотрите, торт очень вкусный. Я его готовила просто к семейному чаепитию. Но также, думаю, его можно подать к любому праздничному столу. Так что, если вам понравилось, обязательно готовьте. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.